Сегодня с вами снова DJ Krypton Я хотел рассказать о своем недавнем опыте использования Windows 10 Как вы наверное знаете из моих уроков многочисленных Я еще в 2009 году перешел полностью с системы Windows на систему Macintosh Почему я это сделал? Потому что раньше я всегда использовал XP И XP не всегда давал тот результат, который мне нужен Что мне нужно вообще от компьютера? Кроме скорости и технических показателей железа самого Мне нужна абсолютно стопроцентная надежность То есть я не хочу думать, когда я работаю, о том, что он может зависнуть О том, что что-то может потеряться, какие-то могут быть проблемы Я хочу просто включить, и он должен как трактор пахать, работать И я должен всегда получать от этого процесса позитивные эмоции А не сплошной геморрой, как было с Windows В общем, я в 2009 году перешел полностью на Macintosh И недавно у меня появился ноутбук Моя любимая супруга мне подарила ноутбук Asus Republic of Gamers 753 Достаточно хороший, там 32 гигабайта оперативной памяти, бла-бла-бла Хоть у меня есть Macbook, но он достаточно старый Вот, и им необходим был новый ноутбук именно для путешествий И для работы на второй машине дома И так как я достаточно много люблю путешествовать, как вы могли заметить Так вот, значит, и недавно вот мне пришлось поработать с этой машиной Почему? Потому что, когда главная машина занята, там мне иногда нужно что-то сделать быстрое на ноутбуке И что я могу сказать? Это какой-то кошмар Хоть ноутбук новый, хороший, в нем все замечательно должно быть Да, все, он с легальной системой, с легальными программами Все куплено, все замечательно Ни одной лишней гадости там не стоит И что произошло? Через, там, три недели использования Что случается? Он говорит, я обновлю Windows Ну, я же привык в Mac'е, что это ничего страшного В iPhone'ах, в Macintosh'ах, это все нормально Он обновляет, обновляет, все А тут он говорит, я обновлю Windows Окей, хорошо, обновлю Windows Значит, начинает что-то там перегружать Хорошо, обновил Windows Вроде ничего Потом на следующий раз, что-то еще тоже обновил Windows Потом в следующий раз, через неделю, обновил Windows И что произошло? После очередного обновления Хотя я не выключал ничего из сети и так далее Перестала нормально работать видеокарта То есть в программах Premiere и After Effects Перестала видеться вот эта система Q-Cuda, да, C-U-D-A Система поддержки видеокарт, то есть процессора видеокарты для пересчетов Которую все так любят И это какой-то кошмар То есть что получилось? Что просто так из-за обновления что-то пропало Хотя драйвер стоит Я начал обновлять драйвер Ничего не помогает Я начал писать в поддержку Они ничего, конечно же, не могут сказать Ну как так, если вы знаете, что у вас есть такая проблема Что вы выпускаете продукт Вроде хорошая большая компания У них отличные материнские платы Отличные видеокарты Но все равно какая-то лажа Почему? Я не делал ничего лишнего Еще в Windows я заметил, конечно, несколько моментов других, которые меня просто вывесили Например, абсолютно тупо работает поиск файлов Это кошмар То есть если в Mac, как я работаю? Те, кто работают с After Effects, меня поймут У меня есть проект в After Effects В этом проекте я делаю титры Например, представим, что мне нужно сделать много титров для проекта в Premiere Pro Я делаю титры в After Effects Делаю рендер в папку Ну, специально создаю папку для рендера Делаю туда рендер Окей, сделал рендер И потом я просто подставляю что-то в Premiere И со временем, естественно, я могу забыть, какой титр отвечал за что А если мне такой же титр нужен в следующем проекте Что я делаю? Если я не знаю название проекта, где мне отредактировать этот титр Я просто беру название рендеренного файла Вставляю в системный поисковик Он мне дает название лог-файла И в этом лог-файле есть название самого файла проекта То есть мне элементарно просто найти проект, в котором был создан этот титр Это же ведь такая элементарная вещь, но она экономит огромное количество времени Так в Windows'е хер там Ни черта не работает Я сколько раз пытался Ничего не работает Он не ищет ни хера Не ищет он в этих лог-файлах Ну что это за херня? Я, значит, нет Конечно, все здорово Он работает так же, да Там премьер, все здорово After Effects, все замечательно Быстро считается, пересчитывается Все летает Дополнительные мониторы подключаются Все оборудование подключается Харды все читаются Все зашибись Но, блин, как так? Не работает нормальный поиск по файлу И он работает медленно Хоть там любой SSD-драйв стоит Там хер знает что Ни черта Вот такие маленькие соображения